Что нам сказал министр обороны Германии Писториус, что Россия заполняет сейчас склады оружием и боеприпасами, производя его больше, чем использует в Украине. Другими словами, большую часть того, что сейчас производится, по утверждению Писториуса, это уже не идет в буквальном смысле сразу на фронт, а попадает на склады. Можно быть наивным, говорит Писториус, и сказать, что он делает это только из осторожности, но на самом деле немцы предполагают, что это для отложенной войны, какой угодно, с Европой, с Германией, против стран Балтии, то есть, в принципе, для продолжения конфронтации. И здесь вот как раз я и говорю о том, что смогли наладить это производство и смогли отчасти побороть, наверное, коррупцию в том числе. Но к чему же, Марк, они могут готовиться, если есть еще, оказывается, кубышка, в которую они откладывают? Не, но это на поверхности лежит, готовиться они могут только в еще большей войне уже с Европой, неважно, Сувалковский коридор там или это направление Приднестровья-Кишинев, или это еще там, не знаю, Финляндия и так далее. Это они могут делать и могут складировать это оружие, я вполне такое допускаю. Но понимаете, как ход войны в Украине заставит их скрывать эти кубышки, сколько бы они ни готовились к другой большой войне, эта война их тоже будет истощать. Они не могут начать никакой другой войны, пока они не добьются осязаемого результата в Украине, а он пока не просматривается. То есть он может быть, да, если совсем все плохо будет, то да, они могут захватить какие-то новые города и еще что-то, населенные пункты. Но в любом случае перспектива, и это мой тезис, которым я глубоко убежден, большой войны, она откладывается продолжением войны в Украине. И в зависимости от исхода войны в Украине будет зависеть перспективы дальнейшей войны, собственно, в Восточной Европе и дальше. И именно поэтому пусть они откладывают в 100 кубышек, а вот Запад не должен иметь кубышек, он должен все кубышки отдать в Украину, потому что пока у Украины есть оружие, войны у них не будет. Как только Украина не станет, да, совершенно очевидно, что все это полетит в сторону Европы. Центральной, западной, восточной и так далее. Ну, это же прямая связь, но очевидно вытекает одно из другого. Москва может себе позволить что-то откладывать, но я еще раз повторяю, они откладывают, но все равно придется это отложенное все равно использовать, потому что ситуация может меняться в худшую сторону. Сейчас она для Украины может не блестяще, а она может измениться в другую сторону, да, в зависимости от тех поставок, которые осуществляют западные союзники. И тогда придется раскупоривать. Да, они увеличивают армию, они хотят довести ее до 2-2,5 миллионов, они сами об этом говорят, не я, они говорят. То есть, они ищут способы разные, изыскивают средства и так далее, для того, чтобы нарастить это все, в том числе и военный потенциал, и ресурсный, и так далее. Потому что война за два с лишним года сожрала, слушайте, там, больше полторы тысячи танков, какие цифры безумные. Это, конечно, невероятный расход, который понесла российская сторона в ходе этого военного конфликта. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что верная предпосылка должна вести к неверным выводам. Они заключаются в том, что давайте мы тоже будем готовить, тоже склады заполнять. Ну, что-то вы можете заполнять, но приоритет все равно в том, что тот, кто уже воюет, не должен никогда испытывать никакого дефицита. Потому что воюют фронтмены вашей обороны Европы как таковой. В данном случае Украина – это форпост, защищающий именно Европу. Это банально звучит, об этом все говорят, но это же действительно так. И два с лишним года войны это доказывают. Если бы Украина пала за три дня, может быть, сейчас уже бушевала война вот там. В Сувалковском коридоре пробивали бы Калининграду, уже в Польше бушерудили, уже бы, так сказать, лезли к румынской границе, Кишинев. Ну, то есть понятно, что бы было бы. А кто скажет, что нет? А кто скажет, что таких планов не было? Мы много раз это обсуждаем. Меморандум Путина в декабре 2021 года именно это предполагает. Демилитаризация всех стран, которые входили в Восточный блок и стали членами НАТО после мая 1997 года. Но они же сами об этом говорят. Поэтому пусть Москва запасы делает, пусть она, говорят, из Северной Кореи, черти-чего везет уже из Ирана. А вот Западу не нужно слишком сильно полагаться на складирование и подготовку к войне. Пока воевать в Европе в полном смысле. Нет, у них хорошая армия есть, достаточно боеспособные части. Но в широком масштабе нечем и некому. Понимаете? Некому. Для этого нужно перейти к призывной армии от контрактной. Нужно, чтобы армия была, как таковая, не меньше полутора-двух миллионов набрать по всей Европе. Чтобы каждой национальной армии действительно сохранять цифру выделения из бюджета 2% от ВВП. А лучше еще увеличить до трех. Сейчас Германия увеличивает и так далее. Вот тогда, конечно, тогда будет кому воевать, и тогда можно накапливать и посредством увеличения и интенсификации военного производства все эти военные ресурсы. Тогда это логично. Все как бы тогда будет работать. Есть альтернативный план, да, чтобы не воевать, а чтобы через дипломатию договориться. Сейчас об этом мы с вами и поговорим. Только перед этим я напомню, друзья, не забывайте, кто еще этого не сделал, кто только к нам присоединился. Мы очень рады вам. Не забывайте оставить нам лайк. Не забывайте подписываться на YouTube-канал FIGGIN Live, YouTube-канал Курбанова Live. И ваши комментарии, вся ваша активность очень нам помогает привлекать большее количество зрителей в YouTube. Значит, про мир – это мирная конференция в Швейцарии. Она будет в июне. Мы с вами ее уже вспоминали. И я, честно говоря, Марк, вот сколько мы общаемся с украинскими экспертами, бывшими послами, но я не слышала еще ни одного голоса и мнения, что это будет прорывное событие, что нам чего-то надо достичь. Ну, то есть скепсиса очень много, крайне много. Я всегда говорю, что туда едут просто, не знаю, развлечься, получить блокнот, ручку с этой конференцией и до свидания. Ну, до тех пор, пока, во-первых, сегодня представители России не сказали, что мы не поедем, хотя качества официального приглашения никакого не было, поэтому едете, нам плевать. Но президент Украины Владимир Зеленский, он заявил, что Россия планирует сорвать глобальный саммит мира, который должен состояться в июне, что не просто, значит, хотели бы как-нибудь, а прямо есть конкретный план, как сделать так, чтобы было меньшее количество стран и тому подобное. Ну, и, наверное, все это не без Китая. И когда Зеленский говорит о том, что Россия хочет сорвать, а я верю этим словам, я думаю, хм, а что же в таком случае Россия увидела в этом саммите, что его нужно остановить, не допустить или сделать так, чтобы там было представительство меньшего количества стран? Вы знаете, ну, во-первых, Россия всегда в лице путинского Кремля будет гадить на любую инициативу Украины, ей для этого мотивации дополнительных не надо. Начнем с этого, что это логичное поведение, так действуют установки, которые изначально, ну, это вот установки, которые как заводские установки, именно такие, что, значит, должно все гадиться. Значит, это раз. Во-вторых, саммит мира, по формуле мира в Швейцарии, он же ведь, вокруг него много суеты, тем не менее, несмотря на то, что от него мало что ждут, суеты-то много, и Китай вот тут наблюдателем, и разговор о том, что без России его проводить нельзя, суеты много, и это вызывает ощущение, что, ну, вроде как, формат с Турцией не идет, формат Саудовской Аравии тоже заглох, вот саммит Джиди в прошлом августе, 5 августа же был, значит, и какого-то продолжения существенно не получил. Ну, вот как бы, раз это Швейцария, а вдруг, если действительно там какие-то будут судьбоносные решения приняты, что там отведут срок в Москве на урегулированный конфликт, а если нет, ну, тогда будут вводить войска. Значит, для обеспечения по формуле мира условий для окончания войны. Ну, что-нибудь такое. Это вряд ли, да, и не думаю, что об этом речь идет, но Москва на опережение пытается этой масштабу и договоренностям, которые там могут состояться в июне в Швейцарии, воспрепятствовать. Ну, как может, понимаете, как может. Тут можно любые приводить доводы плюс-минус в пользу и против, но Москва действует так, как мы от нее ожидаем, скажем так. Москва, естественно, не поедет, потому что, а что ей там обсуждать, формула мира предполагает отведение с оккупированных территорий войск границам 91-го, а что, Москва на это разогласится? Нет. Значит, с другой стороны, просто не реагировать и дать возможность любым инициативам такого рода со стороны Киева реализовываться, но это, в их представлении, наращивание дипломатического авторитета самого Киева и увеличение действительно числа сторонников того, что война имеет только единственный способ завершения, это в соответствии с международным правом возвращение всех территорий до границ 91-го года Украины, потому что это международно признанные границы и международно признанный суверенитет Украины. Другого нет. Москва же ничего не предложила взамен, чтобы основывалась на международном праве. Они говорят о геополитических реалиях. Это что такое? Это что такое? Что за красные линии? Что за геополитические реалии? Это где вы выкопали такое? Я хочу, потому что могу. Вот приблизительно так это выглядит. И, собственно, никакого обоснования, ни к международному праву, никакой апелляции, к иным каким-то установлениям ее нет. И чем больше проходит мероприятий в принципе, сумма дает результат. Не одна отдельно взятая швейцарская конференция по формуле мира, а сумма дает. Все утверждается мыцей. А действительно, а как мы будем? Почему мы должны поступиться международным правом в угоду и желанием Москвы оттяпать куски территории? А в конечном итоге под этими кусками все уже, по-моему, сейчас более-менее должны понимать, что Москва камуфлирует желание захватить всю Украину. А не ее часть. Не 20%. Не Донбасс, не Юг, не Крым, а всю Украину. И когда это понимание придет, ну, наверное, другой логаритм будет действий тех участников этой конференции, которые будут решительно поддерживать, скорее, там Францию, которая собирается направить ограниченный военный контингент. Понимаете? И этого Москва побаивается и не хочет допустить, что тоже очевидно. Вот. А может быть, так сказать, там будут приняты решения о том, что, а, вот мы долго терпели, а давайте мы все самолеты отдадим, вот 16 лет, да, Таурусы дадим, Атакамсу 500 ракет дадим, ну, и так далее. То есть для Москвы действуют страхи, которые вызваны ожиданием более худшего развития для нее ситуации. И именно так рефлекторно мимикрирует этот организм, сокращаясь и пытаясь конвульсивно предпринимать усилия, чтобы этот саммит понизился в статусе, демпинговать его. Мне кажется, одно из самых больших разочарований всех этих двух лет мировой дипломатии, и западной в частности, это то, что можно повлиять на Китай, а Китай повлияет на Россию. Вот самая, казалось бы, в теории простая формула, которая не сработала ни одного раза. Да, сейчас продолжается некий раунд переговоров, Антони Блинкин прилетел в Пекин, чтобы говорить с Китаем множество, то есть риторика действительно становится со стороны США намного более жесткой. Но тем не менее, кажется, что от Китая оно просто все отскакивает. Я прошу прощения, но так как дала Россия Китаю, как бы не нас никто, поэтому я не знаю, какие перебивать ставки. Последняя информация – это то, что стоимость российского газа для Китая, она до 27-го года постепенно, но снизится на 28%, если сравнивать с потреблением из Европы. Треть скидки. Разве можно было того мечтать, просить и так далее? Китай и так все скупает, получает акции, свое влияние в России без войны, без оккупации. Сдается абсолютно все, и как сырьевой придаток оттуда забирается из России все самое лучшее для Китая. Как вы считаете, вот все, что мы сейчас наблюдаем, в частности, с визитом в Линкино, не будет ли это увенчано полным провалом? Потому что многие эксперты уже говорят, ну, ничего не получили. Сколько бы ни съездили, Шольц, который говорил о бизнесе, Макрон, который, скорее всего, будет тоже говорить о бизнесе, а все остальное, мир как таковой в Европе, Си Цзиньпине не интересует. Ну, Китай вообще занимается только своими вопросами. Стратегически его интересует возможность участвовать в мирном процессе в Восточной Европе, чтобы ему отдали Тайвань. Вот я вижу этот размен, и Китай мотивирован именно этим. То есть он готов влиять, уговаривать, что-то делать, да, но только если ему что-то дадут взамен. Это что-то для Китая принципиально важным является воссоединение с территорией континентального Китая именно Тайвань. Я так считаю. И думаю, что уговоры в сторону Вашингтона идут именно об этом. И Бринкен, наверное, как-то будет с Си Цзиньпином это обсуждать. Естественно, Соединенные Штаты вот так сразу согласиться на сдачу своего союзника не могут. И это явно не цена прекращения войны в Европе, которую затеяла Москва против Украины, для того, чтобы отказаться от парпоста США, важнейшего в Южно-Китайском море, прежде всего самого Тайваня и так далее. Ну, это не цена. Но, тем не менее, компромисс какой-то они скорее найдут, потому что Китай не демонстрирует агрессивных военных намерений в широком поле. Только в отношении Тайваня. И то очень ограничено и постоянно оговаривает, что это как бы не способ, к которому хочет прибегнуть официальный Пекин. Вопрос в другом. Действительно, а может вообще Пекин повлиять на нынешнего Путина? На такого Путина? Убедить его прекратить войну? Как-то пойти на компромисс дипломатический, политический, всякий другой, геополитический? Вот и раньше мы сказали, да, может, конечно, Китай может. Сейчас как-то это подвергается некоторой эрозии, потому что в ходе этих двух с лишним лет войны, ну, вот особенно последнего полугодия, по-моему, Путин уверился в своей абсолютной незыблемости позиции и непогрешимости перед крупнее его союзников. Безусловно, Китай там не сопоставим по масштабам с Россией, о чем там говорить, что тут обсуждать. Но и Москва начала вести себя несколько более отстраненно, несмотря на то, что она впрямую зависит от товара оборота с Китаем, Китай – это единственное окно для сырья, да, много чего, да, и в обратную сторону для товаров китайских, потребительских. Тем не менее, Москва сейчас, по-моему, не очень расположена прислушиваться даже к Китаю. В такой степени, если Китай поставят перед выбором, перед ультиматумом, все, войну надо завершать, отдать хотя бы там большую часть территории или что-нибудь, я вот не уверен, что вот при таком разгончике, который Москва получила, она на это готова. Есть и второй фактор – Китай опасается прихода Трампа. Трамп совершенно антикитайский настроен, это точно, абсолютно, совершенно антикитайский. Он, придя, может, так сказать, сильно включить в этой части света Южной Азии, так сказать, юго-восточном бассейне, может включить режим очень неприятный для Китая, и Китай пытается вовлечься в какие-то процессы, которые позволят даже в случае прихода, в ходе ноябрьских выборов в Соединенных Штатах Трампа, быть интересными даже новой республиканской администрации, понимаете, чтобы их не душили слишком сильно. И они пытаются возобновить как-то процесс, спустя вот уже два с лишним года войны, в режиме своего участия, понимаете. Получится это, не получится это, мы, конечно, поглядим. Я думаю, что в Швейцарии Китай будет участвовать в качестве наблюдателя, как это было заявлено. Уж я не знаю, к чему это приведет, какие это даст результаты, но Китай сейчас больше заинтересован в силу цейтнота, остающейся до ноябрьских выборов, и попыток договориться с демократической администрацией, не случайно поездка главы Госдепа Блинкина в Пекин с этим связана, чтобы в случае, если Трамп все-таки придет, уже иметь какой-то задел, причастность к решению вопроса о мире в Украине. Потому что если Китай в этом не участвует, тогда и никто не будет с ним договариваться по поводу судьбы Тайваня, понимаете. Нет такой цены, которая бы сейчас была бы достаточной части спроса и предложения Китаем для того, чтобы ценой за него был Тайвань. Ну нету такой. А при Трампе тем более не будет. А понимаете ли вы, почему для Путина, для российской власти, для российского общества никогда не были важны те принципы, которые... Китай очень сложная, очень непростая страна, но даже там в какой-то момент задумались о демографии, например. Именно поэтому было отменено правило, жесткий закон о втором ребенке. Новое поколение, как движение экономики, все это было очень важно. И Китай смотрит на какие-то цифры, на прогнозы, и очень надеется на науку, чего нет в Российской Федерации. По последней информации, очень интересно вышла социология Института народно-хозяйственного, Академии наук, это доклад Института народного хозяйства, о том, что численность населения России сократится через 25 лет, кто-то может скажет, что они очень скоро, на 10 миллионов. 10 это очень много. То есть, несмотря на то, что в России работают мигранты, несмотря на то, что туда приехала, ну там, по неофициальной информации, говорят, порядка 2 миллионов украинцев, и дальше и дальше Россия зазывает к себе людей, это непривлекательная для миграции на самом деле страна, поэтому население будет убывать. Так или иначе, вот тот самый великий, самый великий русский народ, он сейчас умирает. И все это, в принципе, можно было бы пофиксить и исправить, если бы это было важно, но оказывается, что рождаемость, смертность, все это, ну очень так, не на порядке дня для Путина? Они вообще об этом не думают. Ну, а если бы думали, они бы затеяли бы войну, которая съедает полувозрелую среду мужскую, которая могла бы быть хряками-производителями, собственно говоря, у себя на родине, а они умирают день в авдейке. Это вообще в сторону демографии решение? Ну, не говоря о том, что ковид, в период ковида там нормально померло, не говоря уже о том, что там и другие, мужская смертность очень велика, очень велика в России. А что делает Россия? Затевает войну. Ну, какая же здесь демография, какая здесь программа вообще увеличения популяции и так далее? Какая? Да никакая. Поэтому государственная политика направлена, прежде всего, на реализацию амбиций Кремля и его интересов реваншистских и имперских, и она не учитывает никаких факторов необходимости, там, сказать, увеличения рождаемости. А что увеличение рождаемости? Два ребенка в семье не просодержать в русской семье. Средний провинциальный русский семь не просодержать. Поэтому рождают одного ребенка, если уж кто-то решается. Два – большая редкость. Уже больше там три, пять. Не знаю, в каких старообрядческих семьях раньше такое было. Поэтому Китай ведь, понимаете, как? Китай на таком уровне находится, что представить себе снижение численности там радикально, знаете, на 50 минут, невозможно абсолютно. Они пытались. Они пытались. Для ограничения одного ребенка я в Китае бывал. Я много раз в Китае бывал. Специально этим интересовался. В разные годы. Я был и в 90-х в конце, и в нулевых, и в десятых. Приезжал в разные места. И в Пекин, и на Хайнань, и в Гуанчжоу, и, так сказать, в Гонконге бывал, и в Макао уже после того, как они были присоединены. И я вам хочу сказать, что Китайцы махнули на это рукой, потому что они увидели в этом некоторую бессмысльность. Когда у тебя полтора миллиарда, попытки, знаете, так сказать, сократить там, я не знаю, на 20 миллионов при такой массе, они погоды не делают. И поэтому, поняв, что дети рождают все равно, и вторые, и третьи, и так далее, а им паспорта не выдают, там же ограничение, как действует. Он просто паспорт не получает. А без паспорта ты не поступишь ни в школу, ни в университет, ну, там провинциальные среда, даже о университетах речи не шла. Ну, то есть тяжело жить, понимаете. Есть только одна возможность – выехать за границу. Все. Поехать на заработки куда-то. Ну, и так далее. Поэтому, с этой точки зрения, Китай, я бы сказал, ему самому способствует сама и история, и традиция тому, чтобы не бояться депопуляции, понимаете. Ну, при полутора миллиардах, что ее бояться? А для России это критический вопрос. И я охотно верю, что за сколько? За 20 лет на 10 миллионов сократить? Ну, хорошо, за 25. Но я охотно верю, что на десятку сократиться вообще без вопросов. Охотно верю, потому что война продолжается, люди уезжают, кто могут, да. Причем уезжают-то не дураки, не пьяный рвань, который остается, а уезжают-то люди умные, от которых, может, что и хорошее бы родилось, понимаете. Ну, так а почему нет? То есть я просто скажу, что сама по себе политика войны – это политика обратная попыткам решения демографического вопроса, а не способствующая. Вот о чем речь. Редактор субтитров А.Семкин